ЦИК Якутии озвучил предварительные итоги муниципальных выборов, прошедших накануне в республике. Явка избирателей, несмотря на отпускное время, в Якутии оказалась выше, чем в других регионах страны. 44%. Выборы состоялись о том, кто пришел во власть, а кто остался. О неожиданных результатах, о рекордах и антирекордах воскресных выборах в материале Туяры Филипповой. Нынешние выборы охватили почти все районы Якутии, кроме Татинского и Веннобытантайского. Из них 11 компаний районного уровня. Избрано 8 глав у Лусов. В конкурентной борьбе свои посты сохранили главы Верхневилюйского, Владимир Поскачин, Вилюйского, Сергей Винокуров, Аймеконского, Михаил Захаров, Среднеколымского, Евгений Слепцов и Мегина Конголасского, Николай Старостин. За новых глав проголосовали жители Верхоянского у Луса. Там победил Гаврил Чириков, Нюрбинского, Алексей Иннокентьев и Тампонский район возглавил Яков Степанов. Все избранные главы, за исключением Сергея Винокурова и Динороссы. В столице республики итоги выборов для многих были предсказуемыми. При этом Айсен Николаев улучшил свои предыдущие показатели. На втором месте из четырех претендентов на пост мэра Якутска оказался кандидат против всех. Кто у нас кандидат против всех? Он у нас нарисован, имеется, агитатор. Какие-то дебаты еще устраивал. Там все. Этот же кандидат опередил своих конкурентов на выборах главы Олегминска. Как считают в региональном отделении Единой России, причина в отсутствии более достойной кандидатуры. Василий Сафонов, возглавлявший до этого город, был снят с предвыборной гонки. На выборах депутатов районных советов Булунском, Аймеконском и Усианском районах основная борьба развернулась по партийным спискам между справороссами и единороссами. Явка очень хорошая. И при этом партия Единая Россия, которую мы сегодня представляем, тоже победила абсолютным большинством. В частности, в городе Якутской столице нашей республики явным преимуществом почти под 70% выиграл Айсен Сергеевич Николаев. И других восьми улусов, кроме Айсен Сергеевича, выиграли тоже единоросс. В Буллинском районе, как предполагалось, как прогнозировалось, выиграл Сергей Винокоров. 512 избирательных компаний, помимо глав районов, 215 глав поселений, 109 районных депутатов и 2870 депутатов поселенческого уровня. На некоторых участках самих избирателей набиралось чуть больше десятка. Как следствие, курьезная ситуация в поселке Солнечном Усьмайского улуса. Внесено в список избирателей всего 12 избирателей. Пришли на выборы двое. Один кандидат проголосовал за определенного кандидата. Второй избиратель проголосовал против всех. Но по закону у нас побеждает тот, за кого протестное голосование подано не более. Поэтому выиграет тот человек, за которого проголосовал один единственный избиратель. Впервые благодаря применению технологий КАИП и КАЮР-кода протоколы избирательной комиссии Якутска были подписаны в рекордно короткие сроки – в 2 часа ночи. Как отметили в ЦИК и Республике, новые технологии обработки данных себя оправдывают. И на следующих выборах будут применяться шире. Туяра Филипова, Владимир Таюжский, НВК САХА, Якутск.